Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня в гостях у Яндекс.Деньги, общаемся с Анной Пизменой, заместитель коммерческого директора Яндекс.Деньги. Мы ждали видеосъемки, уже пообщались, узнали, что Анна имеет в том числе опыт обучения в Китае, что было очень интересно. Было дело. Да, может быть, об этом тоже немножко поговорим. Но для начала можете пару слов о проекте Яндекс.Деньги. Понятно, что компания у всех на слуху, но, тем не менее, несколько фактов, как и структура. Да, компания Яндекс.Деньги достаточно старая компания. Нам почти столько же лет, сколько и Яндексу. И компания Яндекс.Деньги знаменита своим брендом. В принципе, слово Яндекс.Деньги вряд ли найдется человек в России, который не слышал, и большинство это ассоциируется с кошельком Яндекс.Деньги. Однако компания намного шире, чем кошелек, и больше, и это компания то, что называют финтех. Финансовые технологии. Мы делаем финансовые технологии различного типа формата и для разных типов клиентов. С одной стороны, есть обычные люди, которые заводят кошелек Яндекс.Деньги или выпускают банковские карты. А мы, как банк, имеем лицензию мастер-карда на выпуск карты. Мы выпускаем собственные банковские карты. А также делаем кучу интересных всяких платежных функционалов и парковки, которые можно оплачивать в Яндекс.Навигаторе или Яндекс.Заправке, где можно заплатить из приложений за заправку. Это тоже к этому очень сильно причастны Яндекс.Деньги. И, с другой стороны, мы работаем с интернет-бизнесами, интернет-магазинами и помогаем им проводить платежи. Грубо говоря, это означает платежные страницы. Когда нажимается кнопочка «Купить что-то на сайте», дальше начинается работа Яндекс.Кассы. Это сервис компании Яндекс.Деньги. И это огромный бизнес и целая индустрия по проведению онлайн-платежей. В этой индустрии работают разные компании, и компания Яндекс.Деньги является крупнейшей, если кратко. Да, здорово. Вот об одном из таких сервисов интересно было узнать подробнее. На самом деле, даже я не знал, что такое количество направлений и проектов есть внутри. Если говорить про проект платежной системы WeChat Pay и Alpay, вы запустили или запускаете? Мы запустили партнерство с WeChat Pay, и даже не интернет-магазин, а офлайн-магазин, у которых есть китайские туристы-покупатели, могут подключить через нас WeChat Pay, прием платежей WeChat Pay. Зачем это российскому бизнесу? Это, в первую очередь, для того бизнеса, у которого есть китайские покупатели. Это не идет речь о том, что в России вдруг начала работать платежная система WeChat или Alipay. Мир так не работает. Во всем мире, в каждой стране свое регулирование банковское или в финансовых компаниях. Если вы хотите граждан определенной страны осчастливить каким-то кошельком или финансовым инструментом, вам нужно получать лицензию. Речь идет именно о том, что китайские туристы несколько лет как поехали по всему миру, очень любят тратить деньги на шоппинг во всех странах мира, и России не исключение. А также мы знаем, что все они платят через WeChat и Alipay в своей собственной стране, очень сильно привыкли. И, соответственно, эти платежные системы пытаются сделать им комфортно в других странах. Поэтому они находят в каждой стране партнеров, с которыми заключают договоры, чтобы в местных отелях, ресторанах, музеях, в магазинах сувениров принимались их собственные китайские платежные системы. Это, в первую очередь, для туристов, для покупателей китайских, для их удобства. Да. А российский бизнес выиграет просто потому, что, как мы, наверное, знаем, в Китае картами не платят, наличными не платят, платят Alipay in WeChat. Им это очень удобно, они получают скидки, им удобно сделать возврат tax-free, у них там все давным-давно привязано. В принципе, это намного удобнее, чем обменивать деньги или как-то иначе. Да, мы недавно, кстати, были с коллегами в Alibaba, и там у них есть свой магазинчик, и мы не смогли расплатиться визами. Нам пришлось просить китайских коллег помочь, потому что только через WeChat. И, видимо, такая же ситуация у нас в России для китайских коллег, да? И если у них нет визы, нет мастер-карта, то... Они снимают наличные деньги просто. Они покупают в своей стране доллары, допустим, и обменивают здесь, или как-то иначе действуют, или просят помощи гида, который может им как-то помочь. Ну, в общем, для них это вопрос серьезный, что касается платежей. И учитывая, сколько они тратят в различных магазинах разных стран, то, в принципе, им все идут навстречу. И каждый день встречаются новости, как Alibaba или WeChat запустился в очередной стране. Интересно. А у самих систем WeChat и WeChat есть какие-то преимущества по сравнению с другими системами? Или просто одна из систем, это вопрос? Безусловно, есть, они же не просто так стали крупнейшими. А Alibaba и WeChat — это системы, как принято называть, лайфстайл. Это у них, конечно... Ну, у WeChat вообще центр всего — это мессенджер. WeChat — это мессенджер, социальная сеть, а WeChat Pay — платежная функция, которая в этом же самом приложении. И речь идет не только о покупках или платежах друг к другу перекинуть деньги, а речь идет о том, что в WeChat можно купить билеты на поезд, на концерты, заказать что-то на маркетплейсе и сделать огромное количество всего, вообще всего. И в Alibaba тоже самое, хотя Alibaba и Bosch сфокусирован именно на платежной функции. Там все-таки нет мессенджера. Но речь идет не чисто о банковских приложениях, где мы можем только лишь заплатить, посмотреть расходы и, не знаю, максимум купить какие-то инвестиции. В китайских приложениях набор функций просто превышает все разумные пределы. И арендовать велосипед, и какие-то вещи арендовать даже. И подписаться на любые скидки, закачать туда все свои купоны, я не знаю, там куча игровых механик. В общем, это целый мир. И, естественно, таких аналогов просто не существует больше нигде. Но само внедрение этой системы, оно ведь дает преимущество китайским коллегам, китайским нашим гостям в России. Но при этом для российского, для потребителя российского, кто как-то связан с Китаем, никак мы не помогаем. Правильно? Да. Гражданам России, даже если они связаны как-то с Китаем, ну, если только у них нет легального вида на жительство, проживание и работа в Китае, если это есть, если у них есть, если они не просто туристы, то у них есть и Alipay, и WeChat. Потому что жить в Китае, работать с Китаем и не иметь этих платежных систем невозможно. А если это просто речь о туризме, там, разовой какой-то поездке, то нет такой возможности и нет. Это все-таки китайские платежные системы, и ими пользоваться просто так нельзя. То есть привязать иностранную карту – это довольно сложно. Яндекс.Касса – это партнер трети всех интернет-магазинов России. Мы обслуживаем их платежи, и это, как бы, это огромная масса наших же клиентов, которые получили такую возможность. Есть ли у вас еще какие-то проекты с китайскими коллегами, которые вы обсуждаете или готовы их отпустить в будущее? Ну вот, собственно говоря, WeChat – это последний яркий громкий проект, который еще только начался. Дело в том, что WeChat – это не только прием платежей. WeChat – это социальная сеть и мессенджер, а также источник рекламы. То есть для того, чтобы продвигаться в китайском интернете, необходимо иметь официальный аккаунт в WeChat и через него действовать. А сейчас у наших клиентов появляется такая возможность, потому что если вы принимаете платежи официально через официального провайдера, у вас появляется такая возможность. Соответственно, мы, можно сказать, открываем путь для российских бизнесов работать, давать рекламу, маркетинг, обустраивать свою digital life в китайском интернете. Это большой проект. Это очень большой проект. Мы только к нему подступаемся. До этого у нас были проекты, где мы помогали всем любым китайским бизнесам, которые торгуют в России, принимать платежи. И смотрели на динамику, как они вообще работают с российским рынком. Это на протяжении нескольких лет мы дали такую возможность огромное число компаний. И речь не только об интернет-магазинах, вроде Alibaba или JD, которых мы точно также отслуживаем, а в том числе игровые компании, китайские игровые компании, которые работают в России с российскими игроками. E-Travel, то есть C-Trip, через крупнейшая площадка Китая, где покупают билеты, авиабилеты и отели. Она работает с Россией и очень сильно растет. Поэтому это... А также стриминг. И сейчас текущие единороги, о которых все говорят, ByteDance и различные стриминговые приложения, они в России тоже работают. И приложение Quai, например, оно вообще сейчас самое популярное среди российских тинейджеров. И это китайская компания. Вполне себе. Мы тоже как бы готовимся им помогать. То есть пересечение бизнеса китайского и России очень широкое. Оно не заканчивается на и-коммерсе, которые торгуют за границей или не за границей. Это любые сферы. Это вообще абсолютно любые сферы. Китайский интернет и китайские компании доминируют сейчас везде. Я не побоюсь этого слова. То есть есть американские компании, есть китайские компании. Россия находится на перепути. Но намного больше китайцы не боятся действовать. Поэтому китайских компаний в России много. И все они работают и работают в e-commerce digital services. И речь не идет о поставках леса. Это именно цифровые сервисы и цифровые магазины. Очень интересный комментарий по поводу скорости работы китайских компаний. Потому что я общаюсь с предпринимателем, которые работают с Китаем. Иногда говорят, что китайские компании очень медленно работают. Я думаю, что когда им нужно, то, чем Китаем анонируют очень быстро. Это вопрос о выгоде и интересах. Это просто лакмусовая бумажка. Если китайцы тянут, это означает, что им не интересно, или они не хотят, или их не устраивают условия. На самом деле, когда им нужно, они достанут. Это тоже знаменательная характеристика, что когда им нужно, и они готовы. Это означает, что в любое время дня и ночи они будут работать и заставлять работать вас. И ваше дело – подстраивать или не подстраивать. Мы, например, подстраиваемся. Анна, вы работаете в сфере финтех. На наш взгляд, это e-commerce, финтех – одна из самых перспективных областей. Мы рекомендуем студентам обучаться в этих специальностях. Многие говорят о прогнозе роста рынка. Мы сейчас в самом сердце находимся в финтехе в России. Поделитесь вашими комментариями, мнением относительно роста, и, может быть, вашими планами относительно роста вашей компании, потому что это неразрывно связано с ростом рынка. Да, это очень хорошо, что наконец-то вообще начали говорить о e-commerce и финтехе. Долгое время это были некоторые что-то где-то на задворках, и даже до сих пор, если говорить о России, у России нет сформированной стратегии по разбитию электронной коммерции, хотя много лет ее пытаются сделать. У России до сих пор нет оценок рынка e-commerce. Это пытаются сделать частные агентства и на основе тех данных, которые они получают. И, в общем, на самом деле оценки не существует. Это только догадки. Соответственно, мы только-только подступаемся к этому вопросу. При том, что Россия прекрасно покупает онлайн, переводит друг другу деньги онлайн, платит за ЖКХ онлайн. То есть мы в этом уже живем, а обвязки, так сказать, в государстве еще нет. Но бизнес живет сам и развивается сам. И наш бизнес в e-commerce прекрасно работает. То есть у нас есть старые мастодонты, которые на заре интернета делали свои бизнесы, вроде, допустим, Азона. Ну, то есть достаточно старые компании. Они были построены в те годы, когда были, допустим, те технологии. Сейчас технологии поменялись. Сейчас очень многие вещи можно изменить и делать по-другому. И, например, в российском e-commerce получилось так, что был российский e-commerce, а потом в страну зашли китайские компании, европейские компании. Любые другие зарубежные компании построены уже на других принципах, технологии, дистрибуции, которые умели работать с трафиком, с маркетингом и всем прочим. И оказалось, что в России вот сейчас по данным Data Insight, сколько там, около 30% e-commerce приходится на cross-border e-commerce. То есть это работа зарубежных компаний в России. 30%. Я думаю, что это даже недооценено. И на самом деле оказалось, что российскому e-commerce есть чему поучиться. И они начали учиться у зарубежного e-commerce, преимущественно у китайского. А это неплохо, потому что китайский e-commerce самый продвинутый в мире. Он во многом продвинутый американского и европейского, уж тем более. Европейский достаточно отсталый. А вот они же сами как бы сейчас пропагандируют эту Made in China, там, 2000 какой-то, где они говорят о том, что когда-то Китай копировал практики западных компаний, а теперь западные компании копируют китайские практики. И во многом это правда так. То есть российский бизнес действительно стал копировать модели китайского e-commerce, и следить за новостями. Мы видим это по разным отраслям. То есть в сфере user-generated контента круче Китая сейчас никого нет. И огромное количество компаний пытается сделать такие тхоутхяо или сделать подобные какие-то тиктоки и все прочее. Поможете немножко пояснить? Да. Какой-то пример привести. Понятный для... ЖЖ. User-generated content – это где вы пишете. Вот я пишу что-то там, статью или видео записываю. Я создала этот контент. И это самая интересная, огромная индустрия, намного интереснее и прибыльнее, чем индустрия, которая фокусируется на создании контента. Допустим, Netflix, которая продюсирует шоу. То есть есть индустрия, которая продюсирует какие-то шоу, сериалы. Но если сейчас посмотреть на статистику, видно же, что народ подустал от фильмов, от сериалов и уходит от этого на YouTube, где смотрят видео, созданные просто какими-то людьми. И оно и есть. Это user-generated content, который превращается либо в приложение коротких видео, либо в статьи, которые люди там пишут, новости. Это все e-commerce. Это все контент, сервисы, услуги, любые действия, которые монетизируются, за которые вы так иначе заплатите. Вы заплатите за подписку на какой-то сервис, или вы заплатите внутриигровые действия, если речь идет о какой-то игре или еще о чем-то, повысить какую-нибудь карму, я не знаю, получить доступ к дополнительным статьям newsfeed'а или еще чего-то. Это все входит в понятие электронной коммерции. Это вопрос терминов, как это правильно назвать. Но на самом деле, если вы платите за что-то, что вы купили или потребили в онлайне, это означает, что за этим стоит целая компания или индустрия. И в ней работают. И это все уже не оффлайн. Это все цифровое. И самые интересные индустрии, это те, которые не привязаны к ничему материальному. Когда речь идет о материальном, в ход вступают старые индустрии, которые еще не модернизированы. Логистика, склады, контейнеры, я не знаю, таможни, законодательства разных стран. Очень тяжело и грузно. И при том, что это мировой коммерс, который сейчас происходит, вот та же самая Alibaba, которая по всему миру продает, она первопроходится. То есть все, кто работают в этом, говорят, что это только самое начало мирового и коммерса, где не будет границ, как говорят, и вы сможете покупать товары, произведенные, не знаю, в Африке, которые напрямую к вам приедут из Африки. Это все самое начало, но получится или нет, зависит от того, что произойдет с мировым интернетом. Есть обратная тенденция на разделение интернета на местные интернеты. То есть не будет глобального интернета, будет интернет каждый свой. Есть одна тенденция, а есть тенденция в обратную сторону, которая объединяет. Где нет границ, ты можешь смотреть американские шоу, созданные в Америке, покупать китайские товары, созданные в Китае, и не привязываться к местным каким-то ритейлерам, где местный ритейлер соревнуется напрямую с ритейлером, не знаю, корейским, японским или еще каким-то, за твое внимание, где для тебя без разницы, где это покупать. Вот. И в этом плане и коммерс, который привязан к оффлайну, к материальным вещам, он намного сложнее, потому что очень много преград, которые нужны старые, сформированные десятилетиями, а то и столетиями, которые нужно преодолевать в работе бизнеса. Бизнесу нужно это преодолевать. А когда говорим не о материальных вещах, а о контенте, который кто-то написал, создал, где вступают в авторское право, лицензии, созданные мозгом какого-нибудь игрового разработчика, игровой мир и все прочее, там ценообразование уже не зависит от стоимости произведенной тарелки. Это уже более придуманные вещи, это скорее оцениваемый труд, вклад и все прочее, интеллектуальный труд. И вещи, созданные интеллектом, они намного проще. И продвигать проще, и преград меньше, и границы другие. Границы становятся не географическими от страны к странам ввозить что-то, а границы становятся языковыми, локализацией и менталитетом. То есть ты локализуешь что-то там, придуманную свою книгу, под интересы другого народа, допустим. Это намного интереснее, это то, что сейчас происходит, о чем не пишут и не говорят. То есть говорят больше экспансия для бобы. Да, мы сейчас подняли такой пласт. У меня появилось сейчас желание попросить вас сказать для наших студентов, как вы объясните, скажем так, когда мы говорим о e-commerce, люди представляют интернет-магазин. Да. А вот, могли бы вы объяснить, чтобы, с одной стороны, был понятен масштаб e-commerce, да, но достаточно было просто понять, что такое e-commerce, и что такое финтех? Финтех, это, с одной стороны, обслуживающая индустрия, это индустрия сервиса, которая обслуживает e-commerce. Тоже в части платежей? В части платежей, в части платежей, платежи это большая сфера. С одной стороны, это принять платеж от вас в адрес интернет-магазина. С другой стороны, это помочь интернет-магазину рассчитаться со своими провайдерами и сервисами. С третьей стороны, это обслуживание вас, как банк, позволить вам спокойно, легко переводить деньги или, не знаю, платить за какие-то свои счета, это все могут быть платежи. Но так или иначе, это некий сервис, который, как считается, однажды должен исчезнуть. То есть сервис останется, но не обязательно это будут делать в банке. То есть функция заплатить деньги, передать деньги, она сама по себе никому не интересна. Просто она старая, вокруг нее очень много обвязки, которую пытаются преодолеть компании с финансовыми технологиями. которые просто используют новые появляющиеся технологии, которые появляются в мире и применяют их как старым способом идентификации, как понять, что это вы платите, как подтвердить, что карта ваша не украдена. Ну, грубо. Вот. А финтех в связке с e-commerce, он идет неразрывно, потому что e-commerce нужно, это бизнес, ему нужно получать деньги, ему нужно, чтобы вы заплатили, чтобы кто-то принял эти деньги. И в этом плане онлайн сильно отличается от оффлайна. То есть e-commerce это не только индустрия торговли, я говорю о физической торговле, да? Но это еще и индустрия услуг. Да. Это индустрия развлечений, это онлайн-кинотеатры, это стриминговые сервисы музыки, это все iTunes, Google Play вместе взятые, это индустрия, которая вот юзер-дженерит контент, то есть это вот эти аналоги ЖЖ, которые когда-то были. это 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 весь контент, который вы потребляете, читаете, куда подписываетесь, и где заплатите. Это вся индустрия, которая основана на пожертвованиях, на donations, когда вы кому-то там деньги решили просто подарить. А это, кстати, поднимающаяся форма монетизации, потому что оказывается, что люди готовы дарить. И это краудфандинги, где люди просто сбрасываются на поднятие какого-то. На самом деле в финтех обслуживает любое действие, где человек решил как-то расстаться со своими деньгами в адрес организации или другого человека. Спасибо, Анна, что поделились. Теперь стало немножко понятнее. Но я вернусь к вопросу о росте. Можете ли сказать какие-то цифры назвать? Я просто видел презентации Яндекса, в том числе Яндекс.Кассы, там рост стоит в предыдущем году меньше 60% я цифру не видел. Да, мы растем примерно так. Мы растем сильно быстрее рынка, как считается. Но это действительно рост такой вот беспрецедентный просто потому, что люди понимают, что существует мир интернета и было бы неплохо зарабатывать деньги просто показывать какие-то услуги в онлайне, договариваясь друг с другом в приложении или в чате. Мы подошли к интересным темам. Если вы растете, значит вам нужны люди. Как вы подбираете специалистов? К чему уделяете особое внимание? Ищите ли вы специально специалистов в области финтех, с каким-то опытом и коммерц, с образованием в этой? Я как бы я представитель Яндекс.Денег, соответственно Яндекса и у нас немножечко другая история. То есть я не могу тут сказать за всех, только за нас могу сказать. В Яндексе есть безусловно типы работы, типы как бы мест, должностей, просто типы работ, на которых требуется человек, у которого есть уже какой-то релевантный опыт, который делал что-то подобное в другой компании. Безусловно это есть, в таких случаях подбирают людей с опытом. То есть если вдруг мы захотели сделать кредитование, мы поискали человека, который делал подобные проекты ранее, с ним сталкивался, от этого никуда не деться, такое есть. Но по моим наблюдениям абсолютное большинство вакансий, которые появляются и люди, которые нужны, это не имеет никакой четкой привязки к предыдущему опыту. Имеет привязка и значение только набор как по-русски, скиллов, набор навыков, набор характеристик человека, что он умеет работать. И любое даже самое красивое описание вакансий с вот таким вот числом требований к человеку сводится в итоге к одному, чтобы человек адекватный был. Вот. И когда проводятся собеседования, оценка-то идет на самом деле это. То есть никто не оценивает глубину знания там определенных формул или там чего-нибудь еще. Все оценивают, насколько человек умеет разговаривать, общаться, слышать, что ему говорят, понимать, догадываться о том, что человек имеет в виду и хотя бы делать какой-то минимальной подготовку, идя, например, на собеседование. Номер один, на чем обламывается большинство кандидатов, которые приходят в компанию, они просто даже не открыли сайт и не посмотрели, чем занимается компания. И когда задаются вопросы, вы сразу понимаете, что человек не уделил даже времени минимальную подготовку и перекладывается на как бы дальше, что гипотеза, а как вы дальше будете работать тогда, если вы не готовитесь даже минимально к переговорам. Вот. И, соответственно, все это заканчивается на том, как человек умеет общаться с другим человеком. Любой бизнес это общение двух людей. И если вы не являетесь разработчиком на уникальном языке или вы суперспециалист по разработке искусственного интеллекта, то все остальное будет останавливаться на вашем искусстве общаться с другим человеком. Вот и все. Ну, это, наверное, все-таки такой стержневой, но общий, такой, скажем так, обязательный критерий, но недостаточный. Ищите ли вы людей, интересны ли вам люди с опытом e-commerce и вообще видите ли вы дефицит таких людей? Видим, интересны, но, как бы, просто опыт тоже ничего не значит. Интересно, что конкретно сделал человек. Интересны результаты человека. Они могут не относиться к e-commerce. Интересно, насколько человек способен переобучиться или обучиться чему-то новому. Если у него действительно есть какой-то опыт интересный, он что-то сделал в предыдущей сфере, это намного выше, чем человек, который 50 лет отработал там в e-commerce компании. И любая компания, даже e-commerce компания, это просто компания. У нее есть одни и те же функции. Есть бухгалтерия, есть финансы, есть какой-то отдел, который занимается продажами, скорее всего, или что-то чем-то подобным, есть руководство, и есть какие-нибудь, допустим, закупки или отношения с вендорами. Все компании строятся по одному принципу, плюс-минус. И вопрос только в том, какой, если у человека опыт, который был интересен, действительно результативным, тогда да. видит, видит ли вы, что через 3-5 лет, в ближайшие годы, меняется, или могут меняться требования. Все-таки, ну, есть же такое понятие, как, есть люди, которые, в основном, более способны, или имеют, в основном, релевантный опыт, да, в финтеке, e-commerce, и-commerce. Я почему задаю этот вопрос, да, дублирую его, потому что мне хочется понять, как вы оцениваете, насколько может быть полезен опыт человека, обучающегося в этой сфере, имеющего, там, стажировку в Алибабе, да, и человек, который работал в совершенно другой отрасли, да, и вот при прочих равных, что это адекватные люди, одинаковые достиженцы, одинаково ответственные, да, отдадите ли вы предпочтение, и если да, то как будете искать в этом опыте что-то специфичное? Нет, я буду настаивать на том, что значение имеет сам человек, и как он мыслит, как он доносит мысли, и что конкретно он сделал. Да, он отработал в Алибабе, допустим, три года, а что он сделал? Он сделал, а не его отдел, или его начальник, или люди, которые там помогали, или что-то прочее. Конкретно, что сделал этот человек? Сможет ли он об этом адекватно рассказать? Человек может иметь очень красивое резюме, но на самом деле не сделать ничего, или не уметь сделать в вашей компании. В таком случае, если я правильно вас слышу, вы готовы брать, то есть по этой логике, вы готовы брать людей талантливых, но без опыта работы? Да. Готовы? Да. Здорово. Я думаю, что это будет очень полезно нашим студентам. Мы вот очень любим стартаперов. Мы любим стартаперов? Да. Люди, которые имеют желание что-то делать. Люди, не которые просто переваливаются из одной корпорации в другую корпорацию, а которые попытались что-то сделали, у них ничего не получилось, они прогорели, но они пытались, и как бы намного больше получили опыта, чем все остальные. Да, да, я понимаю, чем я говорю. А можно ли сказать пару слов примерно о зарплатах, о ожиданиях для кандидатов, на что могут рассчитываться? Если это начальный опыт. Я думаю, что зарплата, по-моему, у нас на сайте где-то публикуются, вакансии, но это все сильно зависит от того, какая вакансия. Я могу, наверное, сказать, что это просто рыночные условия. Врат ли я скажу, что-то лучше. А что нужно для продвижения внутри вакансии? А, все то, что я перечислила. Показывать результаты. Что-то сделать. Что-то сделать. Да. И хотеть что-то сделать. Тогда мы самых результатоориентированных и оплатных ребят будем управлять к вам, будем рады, если они смогут быть полезными ядом с деньгами, ядом с деньгами смогут быть полезными ребятами. Ну и в окончании разговора я хотел бы узнать у вас, какие советы вы дали бы тем студентам, которые сейчас едут на обучение в Китай, на что обратите внимание, тем более у вас есть опыт и в e-commerce, и в финтех, и в обучении в Китае. И в игровую индустрию. И в игровую индустрию. Я могла бы дать совет попробовать постажироваться в китайской компании, которая либо в e-commerce, либо в финтехе, а если есть задатки, возможности и желания, но это довольно сложно все-таки, то обязательно пойти стажироваться или учиться работать в AI. Китай сейчас лидер по патенту искусственного интеллекта, технологии применения искусственного интеллекта, и им очень сильно не хватает людей. Очень сильно не хватает. Этих людей они покупают по всему миру. И это как раз таки та сфера, где иностранцев они не боятся, а наоборот набирают. Вот. И если есть, ну как бы если вы не совсем гуманитарий, то есть возможность обучиться немножечко, посмотреть в эту сторону, то это то, что в ближайшие несколько лет будет происходить. Потому что сейчас идет гонка США-Китая над, кто лучше разработает искусственный интеллект и применит его в разных индустриях. Это может быть уже даже не e-commerce и финтех, это может быть что-то другое. Это будут бесплодники, я не знаю, там, алгоритические машины, что угодно. Но именно искусственный интеллект это то, что вот уже много лет об этом говорят, а сейчас это реально начинает происходить. И, в принципе, как бы поспрашивать людей, больше спрашивать людей, что существует. Спасибо, Анна, большое за честный диалог. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok